всем здорово народ добро пожаловать на новое видео не знаю что в нем будет происходить но наверное стоит начать с того что на данный момент произошло за минувшие пару дней как вы знаете кто смотрел прошлое видео до самого конца в курсе что у меня на тройке лег мотор по каким-то неизвестным причинам также еще я занимался там между делом именно 11 отдавал ее ежу он менял прокладку под гбц также поменяли масло вот осталось еще залить новый антифриз то что он сейчас на данный момент залит дистиллированная вода залита чтобы промыть систему также поменяли сальник точнее да сальник распредвала и всякую прочую ерунду также еще вчера я отвез мотор от тройки который родной валялся у меня на работе в ремонт капиталочку ну как еще там неизвестно капиталка не капиталка но наверное будут меняться просто кольца почистится перевоплотниться блок откраситься и башка наверное кинется с этого мотора который сейчас стоит на машине не знаю сколько времени это все займет также еще попутную сит 11 в продаже вчера на чуть не ушла за 320 но я отказался да такое бывает потому что мне иначе не на чем ездить на работу буквально вот ну не знаю еще она на авито не выкидывалась вот но уже как бы все к этому близится скажем так ладно не буду душнить ввел ввел вас в курс дела поэтому подписываемся на канал ставим лайки и смотрим что происходит дальше всем привет снова дорогие друзья давно не было включений не помню когда последний раз что записывал в общем дело такое нахожусь сейчас на волгоградской это здесь находится разборка кто место наверняка знают приехал сюда не просто так приехал я за тормозными дисками для 11 именно передними пришла мне в голову гениально вдруг идея снять свой пятнадцатый волга суппорта и пятнадцатые диски вот эти вентилируемые поставить их на тройку в будущем на машину сейчас накинуть просто штатные 13 тормоза благо мне и мы тогда даром отдал суппорта 13 по моему именно десяточные не восьмерочные то есть под вентилируемый диск вот сейчас заехал на разборку взял два таких диска получается 1400 мне обошлись на 700 рублей один диск и по 50 рублей одна колодка дали мне вот таких вот как более-менее по износу достаточно конечно кто скажет экономия так себе но где-то 800 рубля не точных ну такие средние колодки в магазине устой там сэкономил хотя бы рублей 300 потому что реально сейчас нагар как грубо говоря каждая копейка на счету также попутно заехал откупился шланги на херба не обосрались но вот только одни шланги мне обошлись 800 рублей также вот тут видите спойлер лежит новое сцепление люк на м3 мое решила разориться и купить все-таки люк потому что сцепление на тройке еще как машину купил с самого начала не трогал то есть вообще когда мы меняли двигатель так что-то посмотрел она была в хорошем состоянии все сейчас она начинает понемножку пробуксовывать и решил поменять сразу на хорошую чтобы вот все мы откапитали мотор до мотор сейчас находится на капиталке если что а поставили новое сцепление все я забыл про вот эти все узлы на какой-то определенный период времени также еще из новостей перевоплотнили мне мотор уезжа на 11 по теперь он не сыться поменяли сальник коленвала здесь все резиночки шлифанули бошку поменяли прокладку гбц еще новые болты стоят новые датчик температуры наконец-то поставили сразу спойлер ничего не изменилось тот был рабочий ну ладно он валялся поставили поставили также но вы видели что я поменял датчик прошлой серии давление масла вот установил расширительный бачок теперь у меня залит по новый антифриз он чистый в прошлый раз была эмульсия вот я начал когда заливать масло уже ночь увидел на крышке что он образуется эмульсия и потом когда сняли этот цапун там все тоже было в этом эмульсии поэтому пришлось немножко раскошелиться отдал я за всю работу и за весь материал вместе с проточкой 17000 рублей это в принципе считаю неплохо нужно любом случае на продаже сейчас она с 1 на 1 вылетит на авито установил обратно решеточку мы все поставил эти накладки по салону пока ничего не меняется вот но сейчас уже все утряслось я даже заполнил договора купе-продажи от своей стороны и машина в принципе все стоит и ждет своего владельца нового тройка уже со дня на день отправиться на смену мотора потому что уже все готово сейчас еще ожидаем когда прибудет коленвал он заказан какой я купил коленвал скажу позже также заказал сегодня же отправили распредвал тоже непростое расскажу блок уже шлифанули расточили под ремонтный размер куплены соответственно поршня под них же и уже блок и под расточен ремонт размера никакого там тюнинга к сожалению не получилось мне отговорили от этой темы не то чтобы там человеку лень было просто ну скажем так по опыту ремонта и тюнинга ну ладно и прям колоссального тюнинга он сказал ну не рекомендовал что-то прям тут заменять вот мы все что сделали сейчас она как бы бог это прям ну неплохо ожидаем отправление м3 ждем новый на нее мотор справляем 11 мы будем решать что-то дальше что будет дальше конечно же вы увидите ух на улице конечно летрища знатная давайте быстренько покажу что я приобрел в общем заказала такую термостойку синюю эмаль чтобы покрасить блок двигателя пришел у меня наконец-то коленвал вот такое вот новое сохранение смазки это ниловский с трудом 80 миллиметров сантиметров это так вот пришла постель с распредвалом и вот этой херня забыл как она называется от гидрокомпенсаторы гидрокомпенсаторы тоже все присутствуют ну и сцепление люк вы уже видели полностью в сборе вот только вчера намыл всю машину тебе были такая ветрища в пылище ужас а сейчас хочу подфоткать машину наконец-то хочу сейчас отфоткать машину чтобы выложить ее на продажу со своего аккаунта мне на авито не получается выложить потому что там у меня кончились все эти объявления бесплатные хотя уже прошел месяц с машиной я сделал все что хотел получается как я говорил ранее перу уплотнили мотор даже вот тут у меня остался чек вот он получается на 8 400 только одни запчасти почему-то он выцвешит такой но не суть так важно вот обуз с тормозами не удался чтобы я 15 поставил сразу на тройку вот в общем оказалось так что мы и суппорта который мне отдал дима они от восьмерки под не вентилируемый диск плюсом у меня но я взял с разборки 13 вентилируемые диски еще к этому ко всему у меня ступится под abs а там крепление суппорта получается идет минимум под 14 сразу то есть я промахнулся можно сказать x3 можно было бы взять сразу просто 14 суппорта и все бы срослось ну да был бы маленький диск ну да и черт с ним в общем не стал ничего делать значит не судьба вернул шланги в магазин уже деньги мне пришли диски отдал на разборку деньги также мне вернули еще в придачу отдал ему суппорта потому что я не хочу сейчас мучиться продавать что-то там выставлять отдал и бог с ним как говорится сейчас я не зря сел машину отвезу запчасти на сборку чтобы уже завтра вечером притянуть тройку вот не не с кем ее тянуть вот в этом небольшая такая загвоздка хочу заехать заправить сполоснуть потому что она сейчас вся в пыли вот из притянуть до гаража надо будет там тянуть аккуратно дорога по гаражам длинная и ухабистая как бы проехать можно но тот кто будет тянуть ему то похорено на ямы а мне это не похорено поэтому вот надо идти кто аккуратно это все может сделать а а всем привет не знаю который идет день по счету как я снимаю это видео в общем доехал я до пацанов но пацанов сейчас уже нету тройка стоит там за этими воротами все уже разъехать а приехал сюда не просто так приехал я сюда чтобы привезти вот такие вот ништячки а именно уменьшенный шкив помпы вот такой цельно фрезерованный заказал его на зоне если что к нему шел сразу в комплекте этот более короткий ремень соответственно и сейчас еще по пути заехал к артему купил прозрачную крышку трамблера вот она получается 2101 и код не знаю как она подойдет потому что мне кажется что она больше ну не сильно высокая сейчас я наверное на это шахе проверю ну все как бы дальше слим за процессом голов головка двигателя отправляется точнее уже отправлено на фрезеровку там надо шлифовать плоскость выравнивать направляющие клапанов клапаном как мне уже сказали купили и все в общем сборка мотора оттягивается еще где-то на понедельник получается потому что понедельник только головка заберется скорее всего и там уже начале недели мотор полностью соберется и можно выезжать ну все оставая все запчастюльки кальберту завтра утром он приедет заберет а померил я крышку трамблера конечно про нее расскажу чуть позже померил по высоте она одинаково на по форме на чуть другая ну ладно это не страшно собственно включение я включил потому что проезжал мимо бокса в котором обитает тот самый синий четырех дверей или там как правильно сказать пяти дверей skyline который мне нравился так на граундаде и на других выставках также есть новость по поводу одиннадцатой у меня походу навернулся маслонасос потому что когда обороты падают на холостые он загорается когда я чуть повышаю обороты хотя бы там но 2000 уже держу пропадает лампочка блин опять кашла подозна деньги в том что вот только весь мотор пера уплотнил заменили там ремень грм и опять это все нужно разбирать чтобы помять маслонасос а на холодную если что все нормально лампочка не горит вот когда машина прогреется уже хорошо вот начинается скакивать лампочка поэтому если что кстати масло есть я проверял так что не надо и жрать она походу про вообще перестала может там мизерно не знаю ладно будем разбираться дальше надеюсь серия уже закончена этих сраных нотках вот а постоянно кладу мотор и как-то не очень-то приятно в это сколько получается три положенных мотора за серию нормально чего ну что ребята вот и наконец-то троечка выехала с бокса на данный момент сижу жду альберта он поехал за бензином мы обсохли потому что понятно где раз заправили сколько по горжам катались машина пока настраивали бензин кончился вот я немножко болею в таком виде сейчас машина поехал вроде как прокатиться вот но все равно сейчас дольем бензина немножко прокачусь все таки дело было в этой в рейке которая кидает масло на гитрике она была получается заварена внутри выяснилось это конечно только в последний момент вот купили получается две последних рампы масляных грана стаи на всей улице российской и практически последние в городе краснодар от остатки я вернусь и в магазин потому что одна только вот этот херня стоит 700 рублей то есть а мы их в общей сложности купили аж 4 штуки заехала сейчас на моечку настал соответственно следующий день я более-менее уже подвыздоровел хорошо сейчас хочу сполоснуть под капотку альперс хоть и мыл но все равно есть подтюки масла где-то тут грязненько где-то я туда проиграл кое-какие моменты в общем у меня есть нормальная химия сейчас все от моего под хорошим давлением вот у меня до развалилась тут резинка на сапу на это фигня куплю новый фильтр а также в тройку добавился мой аккумулятор с 11 кеменский семьдесят пятка жалко с 11 хороший аккумулятор давать я поставил от тройки туда он до полу там 65 но он тоже новый но все-таки самый лучший аккумулятор оставил себе дальше здесь у нас по изменениям поставился маленький шкив компу соответственно под него ремень эта херня так и осталось дальше ну как бы все из изменений конечно же бросается в глаза блок двигателя он открашен в синий то есть термостойкой краской ничего ему делать сейчас не будет стоят новые подушки двигателя соответственно заменено масло неоднократно прозрачная крышка трамблера ух лакшери но нормальный детальный обзор я наверное сделаю чуть позже либо уже в следующем видео что у меня нету на это сейчас времени приехал помощь машину от мою от крови альберта потому что машина просто из него выжила все соки все силы и попила даже крови как вы видите она машина вся в круг скрыть последний раз я машину мыл перед солянка то есть перед заездом на солянку после этого я ее не мог так тут сено грязь шерсть собачья и осталось потому что мы спали с ней в машине пришла на каждого пара мотор сейчас эти на обкатке надо проехать вроде как тысячу ой тысячу три тысячи километров но я уже думал где-то на двух тысячах начну менять масло потому что в принципе да все делалось ну это я объясню потом ну а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на всякий случай, пусть будет. Там, правда, одни очки чуть-чуть, ну, болтаются крайне, но это поправимо. Машина ведет себя отлично. Вот уже, что, у нас сегодня вторник, забрала машину в воскресенье. Нормально она себя чувствует, прям и ведет хорошо. Карбюратор сейчас, как я выяснил, немножко богатит. Когда едешь, машина подпукивает, ну, такой звук детонации, как нам это правильно объяснить. По обороту машину не кручу, в основном в спокойном режиме еду до 3000. А так, если, ну, бывает где-то разогнаться резко надо, либо как-то перестроение с резким ускорением, то это 4000. Ну, допустим, вот сейчас еду где-то 90, ну и вот. Ну, как-то так. Обкатку буду проходить где-то, ну, 3000, мне сказали, надо. Ну, можно, в принципе, я думаю, где-то и 2000 проехаться. Вот, тогда уже менять масло. Потому что я, ну, мало езжу, вот только за сколько, за 3 дня 60 километров проехал. Он сейчас до дома, ну да, все 60-е будут. То есть, ну, это мало. Я езжу, и, блин, это я буду полгода эту обкатку проходить, если не год. Вот, поэтому как-то так. Вот, вчера помыл машину, все. Блин, конечно, надо вам записать именно техническую часть, рассказать, что, в принципе, было сделано, как это было сделано. Тут никаких особо секретов нету. Познакомиться, соответственно, с мастером, который мне это делал, с Альбертом. Вот, как бы все. По 11-й, пока я, ну, немножко, так скажем, бомбомжую, будем откровенно. Вот, да нет, до 11-й пока, ну, нет, не доходит времени, нету на них ее средств. Но обязательно, вот, в ближайшее время я и займусь, там надо всего лишь поменять маслонасос и, наверное, поставить длинный привод обратно, потому что... Ай-яй-яй, дорога. Потому что промвал, точнее, подшипник промвала прям развалился. Ай-яй-яй, дорога. Ну что, народ, решился все-таки записать небольшую техническую часть по этой машине, именно рассказать, что было сделано по этому двигателю, почему он сюда встал, так как по 11-й еще неизвестно, когда я займусь, и до мастера тоже неизвестно, когда доберусь, который собирал мне эту машину. Но в любом случае ему в очередной раз огромный респект. Давайте я не буду затягивать, расскажу вкратце, что здесь было сделано. Прошлый двигатель, который здесь стоял, был отсюда успешно уебинизирован. На его место встал родной троечный мотор. Да, именно этот мотор я вез 3000 км с собой в багажнике с Тагила. Это родной мотор тройки. Тогда я его снял, потому что ему была просто хана. Он был, как сейчас выяснилось, полностью изношен. И тогда я его снял, даже вспомнил. Он просто перестал ехать. Я выехал от ТЭПО, кто местные знают в Тагиле. Ехал буквально до своего дома пару километров. И у меня просто мотор начал тухнуть. Он просто все. Он нажимал на шпедаль, он не откликается. Поэтому, видимо, тогда была проблема лютая настроить карбюратор, зажигание. Мы даже меняли у Толмачева тогда поросенок. Делали все. Но мотор сам по себе просто он все. Он свои 170 отъехал сполна. Поэтому было решение поставить сюда мотор рудной обратно. Потому что тот двигатель, так или иначе, тоже надо было капиталить. В него упала шпилька с фильтра нулевого сопротивления. Да-да, вот именно с этого фильтра вот эта шпилька упала, проникла через карбюратор, через пустой коллектор, через клапана. Прямо в блок цилиндров, четвертый, по-моему. И набила поршень. Клапана не пострадали. Пострадал только сам поршень. Даже стенки в порядке остались. И вот эта вот выемка, куда поршни уходят. Вот там немножко побито. И все. В принципе, даже когда мы приехали забирать машину, он завелся сам в двигатель. Ну, понятно, со стартера. Он поработал, ну, со шпилькой в блоке. Ну, ничего страшного. Он как бы прокручивается. И ничего там такого критичного нет. Так вот, его в любом случае капиталить. Я решил, что пофиг, поставим обратно от капитального родного двигателя. Сразу его покрасим. И все. Чтобы в дальнейшем, если какие-то вдруг проблемы будут, ну, опять же, там, с ГАИ, не дай бог, чтобы у меня стоял родной мотор. И все. Ну, реально, родной есть родной. То есть, машина как бы, ну, вот она. И двигатель пусть будет родной, а не какой-то именинный. Тут двигатель, если что, в продаже. То есть, надо кому пишите 10 тысяч, цена вопроса. Он, если что, работает. Дальше. По доработкам. Что было сделано? Поскольку коленвал был изношен, я принял решение не платить за его расточку. Там, плюс, непонятно, что бы из него вышло. Мне попался на глаза Нивовский коленвал. Получается, с тем же сходом. Но там уйдет больше балансиров. Что-то, по-моему, на обычном два балансира, на этом четыре. Либо там, на том четыре, на этом восемь. Ну, я думаю, кто в теме, тот поймет. И он новый. Купил прямо с консервации. Я даже, по-моему, где-то пролеты показывал. Дальше у нас новые, по-моему, шатуны стоят. Либо шатуны старые. Вот это, кстати, я не помню. По-моему, шатуны, да, остались до сих пор родные. Они в допусках. Вкладыши поменены. Ну, соответственно, все сайлент-блоки полностью. Мотор первоплотнен. Блок расточен под ремонтный размер. Цифры не скажу, короче. Следующий, ну, первый ремонтный размер. В общем, так скажу. Сделана плоскость. Сделана плоскость на голове. Голова тоже там как-то проточена. Там вот эти вот... Где клапана ходят. Забыл, как называется, извините. Так что сейчас стоит новая прокладка. И она нигде... В теории течь не должна. Потому что обычно у двигателя эта проблема. Течет прокладка ГБЦ. Вот, даже были взяты новые болты. Ну, по сути, здесь, можно сказать, практически все новое. Новая крышка трамблера, кстати, зацените. Прозрачная. Ну, как же тут без тюнинга. И самое, что интересно, в башке распредвал. Распредвал был взят от Нивы 21214. То есть, под гидрокомпенсаторы. Поэтому затянулась так долго работа с мотором. Уперлись в эти гидрокомпенсаторы. Я их прям, ну, прям очень сильно хотел поставить. И я их все-таки поставил. У нас все заработало. Но не без труда и без... И не без крови, соответственно, мастера, который это все дело собирал. Он даже до сих пор у меня кровь на дисках осталась. Вот, вчера пошло от мылы от крови. Она была вся в крови. Я думаю, вы видели. Вот, в любом случае, Альберт, тебе огромное спасибо. Прям, ну, реально собрал. Я очень сильно доволен. И, ну, твоим подходом. Так что, ребята, сейчас я вам еще про... Рекламирую Альберта. Обязательно к нему, если у вас ВАЗ, нужно капиталить мотор, либо что-то с ним сделать, там, починить. По тюнингу особо не знаю. Ну, в общем, контакты все будут в описании. Альберт, еще раз тебе спасибо. И огромный тебе респект. Так что успешно мы победили эти сраные гидрокомпенсаторы. Проблема была именно... Ну, опять же, ни у кого не удивлю в качестве современных запчастей. Мы решили взять новую трубку на гидрокомпенсаторы. Как она там? Вот эта масляная рейка называется вроде бы, которая с очками идет. Там Альберту не понравился люфт, по-моему, крайних очков. Ну, и вообще новая есть новая, так или иначе. Потому что, да, тоже была новой. Она, кстати, у меня, по-моему, сохранилась даже. Вот. Ну, мы решили, короче, взять новую, сделать небольшую доработку по трубке. То есть, там, шлифануть очки, там, помять резиночки. Да и чтобы все было без люфтов. Вот, по итогу купили все эти сраные трубки на улице Российской. Вот, две сегодня оставшиеся, которые работают, я вернул. Ну, они работают, но с люфтом. И у нас есть, короче, из лучшего мы себе в любом случае поставили. Ну, поставили на себе. Вот. Так что проблема с гидрокомпенсаторами решена. Мы решили сперва на гидрике, но в итоге оказалось, что трубку, которую мы поставили первой, ее забыли продуть. И она не пускала масло, по-моему, в какие-то там второй, четвертый, что-то такого гидрокомпенсатора. Ну, на удивление, кстати, хочу сказать, что первый раз, когда собрали, она завелась, прям ок, все работало, без каких-либо нареканий. Но, опять же, когда я приехал забирать, чуть проехался, они застучали. При том, чтобы рейка не пропускала масла через себя. Ну, там, какие-то пару гидрокомпенсаторов. Вот. Мы копались, копались, думали, что это проблема в гидрокомпенсаторах. Замели даже четыре штуки по итогу даже, как оказалось. Все равно проблема не ушла. В итоге, когда я приехал, сказал, а вдруг это в трубке дело. Вот съездил, купил трубку, и на следующий день я забрал машину. Вот так вот такие чудеса происходят. Дальше, что у нас еще из тюнинга добавилось, это маленькие шкив-помпы, короткий под него же ремень. А в дальнейшем хочу поменять еще генератор на девяточный. Он более красивый, более произведительный и уберется вот эта вот шоколадка, от которой, честно, больше головной боли, потому что у меня до сих пор ну, просто моргает свет. Я не знаю, с чем это, может, связано. Генератор, как бы, я перебирал, новые щетки, шоколадка новая, все по проводке хорошо, что ему надо, я не знаю. Ну, зарядка идет, в любом случае, просто вот эти вот есть мерцания света непонятные. Также сюда поместился новый стартер, который я купил тогда по незнанке. Думал, это стартер аккуратнул, оказалось, нет. Просто двигатель клинт поймал. Вот этот термоэкран, он остался, да и все. Вот, аккумулятор сюда с 11 переехал. По-моему, все. А, ну, снял, кстати, распорку, она пойдет в покраску, в порошковую, хочу ее захромировать, не знаю, что-нибудь придумаем. И также еще что-нибудь решить с клапанной крышкой тоже ее сделать, либо в оранжевый цвет, либо в синий, либо в хром. Но сейчас она, типа, подзавод, но хотя она была, если что, хромированной. хочу убрать все-таки проводку, в гофру, как-то ее вывести, чтобы здесь не было. Также вот это убрать, реле убрать, вот это надо заменить, вот это покрасить. В общем, доработок, доработок еще в будущем предстоит очень много. Ладно, не буду душить. В принципе, все, рассказал все, что хотел. А, новое, кстати, сцепление Valio. Ну, да, вы видели, я показывал упаковку. Как я сказал, Альберт, тебе еще раз, огромное сотое спасибо. Реально, пока езжу, никаких нареканий нет. Но в любом случае, гарантия присутствует. Тоже, отнесся к машине очень хорошо. То есть, никаких нюансов там, я вчера мыл, не увидел, никаких царапин лишних там, или того иного не прибавилось. Потому что я с этим делом очень так, знаете, ну, прям боль по сердцу, когда мастера не аккуратно относятся к машине. Но он меня понял, услышал, даже все помыл. Хотя, ну, можно было и не мыть, все равно бы я сам помыл бы все это. По ценам тут все сугубо индивидуально. Обошелся он мне, конечно, в круглую сумму. Не то, что работа, но еще сами вот эти вот запчасти, материал, с которым мы работали. Опять же, только вот две трубки мне вышли в полторы тысячи, и они обе бракованные. То есть, ну, понимаете, прекрасно, с чем приходится иметь дело. Также сюда залито сейчас новое масло ZIG 530 или 540, по-моему, что-то такое уже даже забыл. Желтый новый антифриз, который я лью и в 11. Ладно, заболтался, закругляемся. Все, все ссылочки в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, на телегу, туда опущу все актуальные новости. Переходим в мою группу ВКонтакте, там также есть видео. Туда, кстати, я буду вскоре заливать все видео с YouTube, чтобы, ну, тоже развивать платформу ВКонтакте. Заливаю туда фотографии в альбомы, по машинам, что с ними делать, какие планы, там всякую мелочевку. В общем, все фотографии, типа, как на Drive 2, ведутся у меня ВКонтакте, что просто в группе. Если кому что надо точно узнать, меня спрашивают в личку, либо в чате в группе ВКонтакте. Ладно, уже попрощался, всем до встречи, до встречи, да, я больной, мне можно. Всем до встречи и пока.